Здравствуйте! В прямом эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить об итогах развития и перспективах Брагинского района. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. В 1985 году работал учителем физ. воспитания в одной из школ Брагинского района. В 1989 году пришел в отдел организационной работы Брагинского райисполкома. На протяжении 15 лет возглавлял районный совет депутатов. В 2010 году назначен на должность начальника управления делами. А в 2012 году заместителя председателя Брагинского райисполкома. На вопросы, которые касаются перспектив развития Брагинского района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45 Здравствуйте, Петр Константинович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. В преддверии 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС мы будем говорить сегодня о развитии одного из наиболее пострадавших в ее результате регионов. Петр Константинович, в 1986 году вы работали в школе в Брагинском районе. Как вы узнали о произошедшей катастрофе? Помните этот день? Значит, ну, естественно, конечно, мы это помним, но мы узнали это из прессы. Не знали, что такое катастрофа, что это за авария, какой масштаб. Но мы узнали это из средств массовой информации. И что происходило далее? Что вот вокруг вас происходило в школе, в самом Брагине, в районе? Что делали люди, как они это восприняли? Ну, как бы серьезность аварии, это никто не осознавал никто. И не понимали, что это за авария или что это за катастрофа. Все думали, как бы обычно это где-то какая-то авария произошла, пройдет, и мы останемся жить дальше, как и жили. Но, увы, этого не произошло. Произошло обратное, можно сказать. Да, тогда, конечно, вы еще не могли представить, что будет в дальнейшем детей из школы. Сразу вывезли куда-то? Значит, в той школе, в которой я работал, мы начали отселять детей с 7-го числа. Значит, до этого я был как партийный работник, я отвечал за одну из школ, которые распределял. И мы отселяли с 3-го и 4-го числа, мая, отселяли этих детей. Значит, в разные регионы Белоруссии, России и так далее. Значит, с 7-го числа мы отселяли, можно сказать, я свою родную школу. Ну, наверное, тогда то, что вы еще не понимали, что ждет впереди, может быть, это было и к лучшему. Да, не было такого страха за будущее. Ну, естественно, конечно. Потому что всем мы объясняли, говорили, как военные, как уже партийный работник, как все служащие о том, что это временное отселение, что брали паспорта, деньги, в принципе, и говорили, что это на неделю, на две, и мы будем возвращаться. Никто не осознавал и не знал масштаб этой катастрофы. Ну, а впоследствии, Петр Константинович, ведь наверняка многие ваши родные, ваши коллеги, жители Брагина приняли для себя решение покинуть. Родные места вы остались. Почему вы так для себя решили? Естественно, конечно. Очень многие сразу же обеспокоены были за своих родных, близких детей. Естественно, конечно, покинули. Были мысли у меня, было в моей семье, но произошла такая ситуация, что я вынужден был из-за семейных обстоятельств остаться, так как мать у меня была сложно больной, астматическое ее заболевание, поэтому пришлось остаться. Ну, думала, что это временно остаюсь, но оказалось, я до сих пор еще... Все тяготы как-то пережили, перенесли, и день сегодняшний, в общем-то, оказался совсем другим. Какие потери понес Брагинский район в результате Чернобыльской катастрофы? Значит, Брагинский район в первые годы после катастрофы, значит, мы в первый год, 1986 года, было отселено больше 13 тысяч населения. За все последующие годы мы отселили официально 29 тысяч. Значит, ну и естественно, конечно, многие сами уехали, поэтому потери очень значительные. Мы лишились очень многих промышленных предприятий. Это маслозавод, крахмальнозавод, винзавод, ну и практически всю промышленность мы потеряли в этот период. Ну, как известно, история не имеет сослагательного наклонения, у нас есть только наше прошлое и наше настоящее. О дне сегодняшнем Брагинского района я предлагаю посмотреть сюжет, после обсудим. Внимание на экран. Еще недавно здесь находились выведенные из сельскохозяйственного оборота земли, заброшенный сад и хозяйственные постройки. С июля прошлого года возле деревни Соболи работает самая большая в Беларуси фотоэлектрическая станция. На территории, превышающей 40 футбольных полей, около 85 тысяч солнечных панелей. Проектная мощность станции 18 мегаватт, что позволяет обеспечивать электроэнергией Брагинский, Хойникский, Лоевский районы и частично Речицкий. Причем это практически бесплатная энергия. Никаких затрат. Единственные затраты были это на закупку оборудования и на ее монтаж. Сейчас на обслуживание станции тратится минимум денег, потому что никаких затрат. То есть газ не нужен, уголь не нужен, нефть. Только солнце и природа, возобновляемые источники. Медицина – та сфера, которой в Брагинском районе особенно гордятся. В 2005-м по инициативе президента Беларуси здесь построили современный стационарный корпус больницы. В 2013-м завершили модернизацию поликлиники. Кроме того, брагинчане стали участниками практически всех пилотных проектов, реализуемых в Гомельской области. От внедрения системы электронных рецептов до внедрения электронных амбулаторных карт. Теперь пациенту, направляемому для консультации или лечения в Гомель, не обязательно вести с собой истории болезней. В той же областной больнице, например, их увидят с помощью компьютера. Впрочем, и ехать часто никуда не надо. Телемедицина – это тоже сегодняшний день Брагинской районной больницы. Это один из первых районов, которые начали использовать телемедицину. И наши пациенты имеют возможность сегодняшний день консультироваться в таких учреждениях как областного, так и республиканского уровня. Это Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Это и Гомельская областная клиническая больница, и Гомельский областной кардиодиспансер. И врачи, если у них какие-то сложные вопросы возникают или затруднения в диагностике, они могут своих областных коллег призывать на помощь. Передвижная амбулатория – тоже изобретение Брагинчана, поэтому в Гомельской области пока существует в единственном экземпляре. На базе списанного пульмоскана оборудовали мини-комплекс, где можно сразу пройти ряд медицинских процедур. От осмотра врача общей практики до снятия кардиограммы и определения дозы внутреннего облучения. Главная задача такой амбулатории – обеспечение доступности медицинских услуг для сельского населения, особенно в деревнях, где нет ФАПов. Причем касается это всех категорий – от воспитанников детских садов до пенсионеров. Обязательное обследование в Брагинском районе сегодня проходят и сельчане трудоспособного возраста. У местного руководства большие планы по развитию экономического сектора, и здесь без здоровых работников не обойтись. Новый молочно-товарный комплекс в акционерном обществе «Пероможник» в эксплуатацию сдали немногим более года тому. До этого все молоко получали на фермах, которые сами работники предприятия называют «дедовскими». Впрочем, скоро очередь должна дойти и до них. Прибыль, полученную на комплексе, планируется направить на повышение зарплаты работников и модернизацию старых помещений. Использовать эти средства на дальнейшее строительство, то есть реконструкцию старых помещений, которые тоже нуждаются в ремонтах, для улучшения работы людям и увеличения обратной продукции. Создание Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – мера в значительной степени вынужденная. Во всяком случае, до Чернобыльской аварии о нем даже речи не было, хотя теперь представить себе Брагинщину без заповедника уже невозможно. Это действительно уникальная, хотя и особо охраняемая территория. Постороннему человеку попасть сюда невозможно. Из непосторонних, в основном зарубежные ученые, изучающие среднесрочное влияние радиации на природу и человека. Если взять Брагинский рынок, по периметру созданы контрольно-пропускные пункты, и пропуск идет по этим контрольно-пропускным пунктам, по специальным пропускам. Пропуска выдают администрации зоны отчуждения, и только в основном посещают, массовое посещение – это на Радуницу. А вот такие вот и дни у нас особо не посещают, особенно пожароопасный период полностью запрет посещения. Хотя сегодня Полесский государственный радиационно-экологический заповедник не просто закрытая территория, здесь проводятся разносторонние научные исследования. Кроме того, в результате санитарных рубок леса образуется древесина, которая после обязательного радиационного контроля используется для производства пиломатериалов. В плане экономики это рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет. В последнее время на базе Брагинского участка даже деревянные бани для населения стали делать. Говорят, что они пользуются хорошим спросом, причем не только у местных жителей. Посмотрите диалог у нас в гостях с заместителем председателя Брагинского райисполкома Петр Романюк. Петр Константинович, вы курируете вопросы экономики, поэтому с нее и начнем. Промышленный потенциал Брагинского района относительно невысок. Очень много вы потеряли в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На что сегодня делаете ставку именно в экономическом развитии района? В первую очередь, естественно, конечно, мы богаты сегодня лесом. И поэтому мы ставку делаем на переработку лесного хозяйства, леса. Значит, у нас сегодня существует Камринский лесхоз, ну и частных предприятий у нас, которые и экспортом занимаются в пределах 80 организаций. Что касается еще промышленности, то, естественно, конечно, в прошлом году 2016 года мы ввели в эксплуатацию очень интересный инвестиционный проект. Вот как было показано в сюжете, значит, это две станции солнечных, которые вырабатывают 24 мегаватта, киловатта часов, мегаватта часов, которые обеспечивают действительно 4 района области. А сложно было решиться? Это не было для вас в какой-то степени риском? Потому что направление новое. Будет ли такая отдача, как, может быть, при проектировании рассчитывалась? Если честно, то мы даже не ожидали. Мы просто планировали. Мы не знали, что мы в такой ситуации находимся, прекрасной, в том, что сегодня, наверное, мало кто знает, что в Брагине сегодня день длиннее, чем в Гомеле на 23 минуты. И вот инвестор выбрал именно южную сторону для того, чтобы сегодня 23 минуты в сутки производить эту энергию. Это увеличение прибыли для него. В первую очередь. Да, они вложили очень большие деньги. И мы сегодня, они затратили 25 миллионов евро на строительство этой станции. Сегодня, естественно, конечно, она дает только прибыль. Довольны реализацией проекта, да? Очень мы довольны. И это как своего рода визитная карточка Брагинского района. Естественно, хотелось бы еще больше, хотелось бы развиваться и дальше. Конечно, на достигнутом останавливаться вообще никогда не стоит. Тем более в наше время, когда если ты бежишь, то только остаешься на месте. Чтобы куда-то двигаться, нужно бежать еще быстрее. Какие еще у вас есть перспективные предложения для потенциальных инвесторов? Вы знаете, мы готовы сегодня предоставить очень большое количество недвижимости. Не используемое имущество, мы имеем в виду, да? Не используемое имущество, да. Значит, земли, которые не используются в результате аварии на ЧС, где непригоден для селихозугодий, значит, она пригодна для вот таких станций, вот, например, как солнечная станция. Значит, мы готовы сегодня предоставить это. Естественно, сегодня у нас очень такой интересный проект муссируется, как строительство у нас порта в Республике Беларусь. Это на реке Днепр. Это вообще даст импульс развития нашего региона в промышленной сфере. И не только, естественно. Это, естественно, будет обслуживание, это жилье, это детские сады, это все. Это очень крупный такой проект. Насколько серьезно сейчас вы говорите уже об этом проекте? Это готовое предложение? Или это еще пока только идея, которая витает в воздухе? Это как еще просто она витающая, естественно, конечно, в воздухе. Еще конкретных предложений, как бы, таких нет. Днепр на вашей территории, он судоходный? Он подходит для того, чтобы перемещать грузы? Да, самый судоходный и самый глубокий Днепр это в нашем регионе. Ну, пока, да, у вас есть такое преимущество и можно было бы для... Ну, это перспектива. ...сообщение, эту идею разработать, да? Да, это перспектива. На кого рассчитываете? Можете ли привлекать крупных инвесторов? Или все-таки вот неиспользуемые имущества, такое, наверное, точечно какие-то расположенные здания, это для наших предпринимателей скорее, да? Вы знаете, за последние годы мы, естественно, конечно, продали много имущества, в том числе большие объекты, но в основном это для мелких предприятий, для таких, как фермерские хозяйки, чупы там, розничная торговля и так далее. Но, как крупный инвестор, покуда еще не идет к нам. Пока таких крупных проектов, как та электростанция, которую мы видели, еще не готовы, да, вы разрабатываете и говорите об этом? Мы готовы, но мы не готовы сегодня финансировать, а инвестор, он, покуда еще, остерегается от всех причин, хотя для этого нет причин для того, чтобы сегодня безопасности там проживания или безопасности ведения того или иного хозяйствования на этой территории. А в целом, Петр Константинович, частная инициатива, как развивается в Брагинском районе? Я хочу сказать, что в последнее время мы очень здорово продвинулись в этом плане. И даже в этом году мы уже создали пять предприятий, направленных, в первую очередь, конечно, на сельское хозяйство, на фермерские хозяйства. Но, естественно, идут индивидуальные предприниматели. И сегодня мы уже за три месяца этого года 18 индивидуальных предпринимателей зарегистрировали. Это только торговля или есть и производство? Во всех сферах деятельности, но это торговля, это обслуживание и вот в основном лесопереработка, опять же. Лесопереработка, да, вы говорили о том, что рассматриваете это как перспективное направление для себя. А что касается сельского хозяйства, сегодня уже нет такого мнения, что на пострадавших территориях это, в общем-то, очень рискованное направление? Я хочу сказать, что мы сегодня в сельском хозяйстве продвинулись очень-очень здорово. И риска никакого нет. Мы научились производить чистую продукцию. И за все время она, в принципе, сегодня составляет, в принципе, минимальные какие-то дозы, которые допустимые. Мы сегодня, в прошлом году собрали урожай 54 тысячи тонн зерна. Это на 150% к прошлому году, к 15-му году. Это очень большой успех. Это очень хороший успех. Но, естественно, в этом году мы стараемся достичь тех же результатов и выше. Уважаемые телезрители, 77-68-45. Номер телефона прямого эфира. Уважаемые жители Брагинского района, очень хотелось бы сегодня услышать и вас. Поэтому не стесняйтесь, подключайтесь к нам, пожалуйста. Петр Константинович, начали разговор о сельском хозяйстве. Какие планы еще, помимо урожая зерновых, какие планы у аграриев? Ну, естественно, конечно, мы страдаем сегодня от того, что у нас нет переработки. Мы сыровой продаток всех предприятий, которые сегодня находятся в больших городах. В том числе Калинкевич, Гомель, Жлобин и так далее. И здесь хотелось бы, конечно, чтобы сегодня было свое что-то. Ведь оно раньше было, мы привыкли к этому. А тут в одной части, после трагедии на Чиженнобыльской станции, его нет. И вот мы сегодня это потеряли. И мы, можно сказать, по нему скучаем. И, естественно, конечно, мы теряем. Мы теряем очень экономически, очень много, финансово. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы получить развитие регион, где есть сырьевая база. То бишь сегодня молоко, мясо. Есть у нас изюминка, конечно, сегодня. Эта изюминка заключается в том, что у нас есть цех по переработке маслосемян рапса. Понимаете? Но последние годы мы не получаем того урожая, для того, чтобы мы могли загрузить эту установку. Это уникальное производство, можно сказать, где мы получаем большую добавленную стоимость, которую сегодня можно производить подешевле и комбикорма. И, естественно, конечно, сегодня можно наладить рафинирование и продажу. Не получаете урожая почему? Погода неблагоприятная? Из засуха последние годы, из-за неблагоприятных погодных условий, мы не получаем того урожая, на который рассчитывали. Ну, наверное, этот год будет немножко иным, потому что, по крайней мере, уровень влажности в почве позволяет рассчитывать на хороший урожай. Мы надеемся. Поэтому, да, может быть, в этот раз и будет лучше. Может быть, цифры статистики, они, наверное, не очень что-то говорят рядовому зрителю, но можно ведь провести и их анализ. Как в целом район справляется с теми задачами, которые перед ним стоят в экономике? Я вам хочу сказать, что мы по уровню вообще всех выполненных показателей, мы в прошлый год заняли, можно сказать, первое место. Из матрицы всех экономических показателей, которых нам доводил обыск полкома и республика, мы заняли первое место. Значит, из 17 показателей мы выполнили 15. Это очень высокий результат. Естественно, конечно, здесь поработали мы все, все в целом. Естественно, сельское хозяйство в первую очередь, потому что как мы сельскохозяйственный регион, но и все остальные отрасли. Поэтому мы немножко и гордимся, но... А те два показателя, которые остались невыполненными, речь о чем идет? Это у нас товарооборот, в первую очередь. Ну и экспорт товаров, которые мы как бы по 11 месяцев выполнили, по году у нас произошло неуполнение. Понятно. То есть не такое уж большое отставание. Небольшое отставание, да. Один из самых актуальных вопросов сегодня – это трудоустройство. Сколько безработных сегодня находится на учете в центре занятости в Бракинском районе? Значит, тут процент, который доводился, в принципе, доводится. Но мы сегодня его, конечно, с успехом выдерживаем. У нас сегодня на учете стоит 56 безработных в центре занятости. Цифра небольшая. Насколько она отражает реальную ситуацию? Значит, реальную ситуацию. Ну, есть как по декрету третьим, а мы еще вот... Сейчас есть списочные, которых сейчас трудоустроим. Это еще 46 человек. Проблемы в основном в самом районном центре или в сельских населенных пунктах? Вы знаете, я не хочу сказать, что только в районном центре. Это в общем, в районе, во всем. Значит, это как в сельском хозяйстве, так и во всех отраслях. В том числе торговле, медицине и так далее. Петр Константинович, какие есть у вас резервы для того, чтобы людей, которые нуждаются в рабочем месте, трудоустроить? А вот эти резервы есть. Что мы должны создавать сегодня те производства, которые могли бы сегодня взять на себя функцию, можно сказать, работодателя и так далее. И, естественно, у нас покуда это получается? Покуда это получается? Ну, и перспектива в том, что сегодня, конечно, у нас открытие идет от торговых точек таких, где планируется, опять же, набор тружеников туда до 20 человек. Поэтому резервы есть. Ну, тоже в торговую точку не всякого человека можно и поставить, если у него нет опыта работы в этой сфере, нет соответствующих навыков. Но упор мы делаем на производство, упор делаем на создание новых рабочих мест. А каким сферам не хватает рабочих рук сегодня в районе? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, в принципе, сегодня, если взять по процентным отношениям, то даже медицина. Медицина. Это вопрос больной, в принципе, для всех, наверное, районных центров. И только для пострадавших. Если как бы штатную структуру мы закрываем на 95%, то в физическом выражении мы это закрываем только 65%. Это как врачи, так и средний медицинский персонал. Да, медсестры. В общем-то, такая тенденция, которая относится и ко всей стране в целом, да, не только для маленьких районов. Что бы вы посоветовали людям, которые не решаются ехать в Брагин? Жильем готовы обеспечить молодых специалистов? За последние годы идет строительство жилья. Естественно, конечно, в этом проблем нет для специалистов. Как для специалистов медицинской службы, так и для образования. На долгие годы Брагинский район был таким именем нарицательным, да, в определенной степени, вместе с другими пострадавшими от аварийной ЧС регионами. Потому что местные жители хотели построить квартиру где-то в областном центре или в Минске. Или уехать за пределы страны. А молодым специалистам, ну, такое распределение только в страшном сне могло присниться. Все этого боялись, да, что в Брагин придется ехать. Я думаю, что лучше всего говорит именно демографическая статистика о том, как живут люди. Сколько они живут, сколько рождается детей. Я вам хочу сказать, что в последнее время мы сейчас, тенденция у нас происходит, можно сказать, обратно. Мы сегодня в городе, у нас увеличение рождаемости даже в три раза по отношению со смертностью. Да, у нас в сельских населенных пунктах есть тенденция еще, где смертность превышает рождаемость. Поэтому боязни я не вижу никакой. Здесь не нужно бояться сегодня идти. Сегодня у нас 204 умерших и 186 рожденных. Но это за счет села мы идем с покудово-сминцев. Но тенденция у нас уменьшается. И я думаю, что в ближайшие годы у нас баланс произойдет. То, что рождаются дети, это, наверное, самое лучшее, что можно пожелать любому району, любому городу. Значит, есть молодежь, значит, молодежь видит для себя перспективы. Да, да, но это наше будущее. Да, раз люди создают семьи и остаются в родных местах. Школ, детских садиков хватает, обеспечены? Да, у нас 18 учреждений школьных, поэтому это здесь хватает. Мы буквально 10 лет назад расширили в Брагине школу, создали мы гимназию. Поэтому достаточно мест для того, чтобы сегодня обучать наших детей. Спасибо, Петр Константинович. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос у меня больше может быть все-таки не вопрос, а все-таки гордость за нашего руководителя. Или вы, как такой телеведущий, задали такие коммуникабельные вопросы. И наш уважаемый руководитель все-таки нигде не потерялся. Везде четкие были ответы. И вот по поводу, хотелось бы выразить такое именно пожелание и благодарность, что все-таки мы вот, все-таки тема Брагинского района касается именно как Чернобыльской трагедии, понимаете. И вот все-таки мы все эти годы не были оставлены благодаря Петру Константиновичу. И все, которые предшествующие руководители, и которые сейчас ныне здравствующие еще здесь. Мы просто рады, что вот редкие люди живут в Брагинском районе, чтобы вы знали там у себя в городе Герой Гомель. Пожалуйста. Я согласна. Приятное видеть все-таки, понимаете. И вот очень приятно это все. Спасибо большое за звонок. Приятно слышать такие слова. Спасибо большое. Спасибо. Хотела бы узнать, кто это. Я думаю, что контакты у нас остались. На самом деле, да, редкие люди, которые не боятся, которые не верят предрассудкам, которые любят свою землю и готовы на ней работать и жить, и не оставлять могилы своих родных. Да, я вам хочу сказать, что даже, можно сказать, истинные патриоты сегодня находятся здесь, на этой Брагинской земле, опаленной Чернобылем. Хотя я хочу сказать, что и вновь прибывшие, и вновь прибывшие очень сегодня восхищены даже тем, что видят сегодня Брагинский. А никто, наверное, не ожидает, потому что, когда люди едут в какой-то маленький город, ну, что ожидают увидеть, да? Несколько улочек, маленькие домики, магазинчик. Никто не ожидает же увидеть, что, в общем-то, жить сегодня можно не хуже, чем в Гомеле. Если есть у тебя занятия, если есть у тебя зарплата и квартира благоустроенная. Уютный маленький городок, очень чистый, очень привлекательный. Да, есть проблемы, есть проблемы. Вот о проблемах предлагаю поговорить сейчас, хотя это, наверное, не столько проблема, сколько предложение. Каких объектов не хватает в Брагинском районе? Поинтересовались наши корреспонденты у местных жителей. Давайте узнаем их ответы. В первую очередь, жилье нужно строить для молодых специалистов, для молодых семей. Потому что молодых семей очень много. Жилья у нас очень-то катастрофически не хватает. Это в самую первую очередь. Дом в любом случае. У меня две невестки и два сына, которые без жилья, которым в любом случае надо жилье. И не только у меня, тут много у кого. Дороги, дороги можно подремонтировать желательно. Чтобы молодым была работа. То есть предприятия какие-то? Да. Фермерством у нас заниматься нельзя. Потому что земли песчаные, бедные. Тут не разбогатеешь. Так что надо предприятия какие-то. Чтобы было тут построено жилье, чтобы наша молодежь оставалась и никуда не ехала. Чтобы развивались, были молодые семьи, чтобы им было где-то жить. Вот у меня, например, сын. Вот. Женатый. Двое детей. По съемным квартирам. И у меня как не можем получить эту квартиру. Вот. Возможности нет купить за свои деньги. Вот. И надо, чтобы рабочие места были. Мой муж молодой специалист. Очень хотелось бы, чтобы построили квартиру для пограничников, которые здесь работают. Ну, чтобы пользоваться жильем. Не скитаться по съемным квартирам. Для молодежи больше развлечений, чтобы каких-то было. Чтобы занимались. Необходимо жилье молодым специалистам. Людей сюда отправляют, а жить не где-то. Нужен бассейн. Потому что тоже здесь очень много у нас детей. Тоже много молодых семей. Я думаю, что люди бы ходили. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о развитии Брагинского района. Около 10 минут у нас остается. Поэтому, если у вас есть вопрос, то, пожалуйста, поспешите. Петр Константинович, давайте по пунктам. Вот всех прозвучавших идей, предложений и пройдемся. Итак, первое место. Это, конечно, жилье. Спасибо за вопросы, конечно. Это все-таки, конечно, на сегодняшний день больной вопрос. Так как в связи с аварой на Чернобыльской АЭС, было очень много отселено жителей. Как я уже повторяюсь, 29 тысяч. И, естественно, конечно, очень оставалось много покинутого жилья. И оно перешло как бы в ветхое жилье. Мы на сегодняшний день больше тысячи домов частного сектора снесли только в одном городском поселке Брагин. Естественно, конечно, взамен мы сегодня строим жилье. Мы сегодня не останавливаемся на этом. Идет жилье. Для всех специалистов, касается здравоохранения, образования, мы выделяем в обязательном порядке жилье. А пограничники? В пограничнике есть вопрос. Есть вопрос в пограничнике. Это Камаринская зона. Но есть тенденция к тому, чтобы в следующем году там будет закладываться тоже жилой дом. То есть немножко нужно потерпеть, да? И уже можно получить жилье. Но жилье должно быть еще и доступным. Естественно. Сегодня я хочу сказать, что очень много, если 3-4 года тому назад посмотреть, то не было индивидуального строительства. Сегодня оно идет. И большими темпами. Сегодня очень много частников строят сами жилье за свои деньги. И я призываю сегодня, конечно, всех для того, чтобы сегодня как-то возобновить вот эту вот немножко жизнь этого региона. Естественно, конечно, строить самим. Не уповать сегодня только на государственное жилье. Да, есть проблемы в этом плане. То есть люди не готовы, да? У людей нет просто средств? Ну, люди готовы сегодня... Или люди строили в других городах? Люди готовы влаживать, да, в другие города и деньги. Но только не в этом регионе. Поэтому в этом плане есть проблемы. Ну, такая тенденция, да. Хотя, как я уже называл, она решается. Если есть деньги, то можно приобретать жилье и в Минске. А если денег нет, то остается только рассчитывать на поддержку государства и на социальное жилье. В Брагине. В Брагине, да. Что касается дорог, как уже прозвучало, тоже, да, есть опять же проблемы с дорогами. Но я хочу сказать, что сегодня идет интенсивный ремонт всех дорог. В том плане, что сегодня, конечно, после зимы они были немножко разбиты. И поэтому этот вопрос тоже наладится. Что касается того, что регион не подходящий для фермерства. Ваше мнение. Я хочу сказать, что продукцию сегодня мы получаем. Все фермеры, которые у нас существуют... А сколько хозяйств у вас? Немало количественных, 17 фермерских хозяйств. Поэтому они получают продукцию сегодня чистую. И сегодня у нас такая фермер, как Экольт, он полностью поставляет продукцию во все регионы нашей республики. В том числе вот супермаркеты большие. Евроопта. А чем занимается? Значит, выращивание разных, можно сказать, помидоров, огурцов, петрушек и так далее, зелени. В стихлицах? Поэтому продукция чистая. Я бы не сказал, что сегодня нельзя заниматься. Желание только нужно. Ну, продукция контролируется. Здесь-то за качество, да, можно не волноваться. Ну, тоже какой-то определенный капитал стартовый, наверное, нужно иметь. Или готовы поддержать инициативу? Сегодня регионы и власть района готовы поддержать инициативу любого фермера в том, чтобы сегодня они как-то продвигались. Есть сегодня даже государственные субсидии по линии социальной защиты о том, что сегодня фермер может получать вот эту субсидию и начать развитие. Это регион. Это и своей отрасли. И еще один из вопросов, прозвучавший, актуальный для молодежи, который все-таки хочется, да, и куда-то выходить, общаться, знакомиться, время проводить. Я хочу сказать, что сегодня у нас, конечно, есть программа, есть учреждения, которые довольно заняты в вечернее время всеми специалистами или желающими посетить то или иное учреждение. Это дома культуры, это спортивные учреждения. Сегодня у нас на территории Брагинка района два детско-спортивных школы, 13 спортивных залов, которые в вечернее время после учебного процесса, они заняты всеми желающими. Может, не все, может, знают, что есть такая возможность? Вы знаете, ну, может быть, для населения постарше, конечно, может быть, не тот интерес, но вот для молодежи волейбол, баскетбол, это в обязательном порядке сегодня они занимаются. Поэтому и две детско-юношки спортивной школы, поэтому есть... А бассейн, который хотели бы местные жители видеть в Брагине, дорогое удовольствие, да? Бассейн, конечно, большое удовольствие. И сегодня содержать его на бюджете, это очень-очень сложно. Ведь сегодня бюджет Брагинского района тоже датируемый, поэтому сложно сегодня в этом плане. Хотя рядом есть река, река Днепр, река Брагинка. А это удовольствие редкое, это только несколько месяцев в году. Ну и что связано, конечно, с купанием в реке Брагинка, то, естественно, конечно, это по экологическим нормам запрещено. Реке Днепр в отведенных местах, да, пожалуйста. Чисто Днепр у вас, да? Конечно, конечно. Рядом. Петр Константинович, 31-е годовщине аварии на ЧАЭС. Какие мероприятия у вас запланированы? Потому что все-таки это День памяти, а такой скорбной страницы нашей истории, но... А дать о которой забывать нельзя? Вы знаете, каждый год у нас к этой памяти происходит, в мероприятиях у нас заложены те или иные какие-то... Петр Константинович, 4 минуты до конца, у нас есть звонок, я думаю, что мы все успеем. Здравствуйте, я прошу вас коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Здравствуйте. Вопрос такой, в связи с оптимизацией образования могут сделать в классе 30 человек, а должно быть быть 20. Мой ребенок идет в первый класс. Вот это очень тяжело, уделить внимание учителю каждому ребенку. Потом родитель должен больше... А в какой школе вы, в какой школе ребенок ваш будет учиться? В Брагинскую среднюю школу, в первый класс пойдет. Да, пойдет в первый класс, 30 человек в классе, это не просто очень тяжело, это невозможно. Уделить внимание каждому ребенку. Спасибо большое за ваше мнение, да, это очень актуально, на самом деле. Спасибо за вопрос. Я думаю, мы над этим... Я не могу сейчас прямо в эфир ответить, как... Ну, это справедливо. На самом деле, это справедливо. 30 детей в одном классе... Согласен. Я тоже считаю, да, что это... Согласен. Согласен. С 31-го года в Шине, как мы всем этим датам скорбным, у нас всегда происходит это брагинская десятка. Традиционно. А сколько лет уже? Это где-то около 12 лет у нас происходит это. Где участвует... Это международное, можно сказать, соревнование, где участвуют немецкие, украинские, русские спортсмены любого возраста. И это очень интересные, зрелищные такие соревнования. Естественно, конечно, митинг, реквиум и так далее. Во всех населенных пунктах, в всех сельских советах проходят эти. У нас еще есть такие акции и концертные программы. Это наша Белая Русь и так далее. Ко всем этим датам. Ну и встреча всех тех желающих, которые были отселены, стоили за мной. Естественно, конечно, они съезжаются сегодня в регион. Естественно, они делятся воспоминаниями и так далее. И сегодня очень всегда проходит такая насыщенная программа. Это работники УВД, работники МЧС, которые участвуют в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Они встречаются именно в этот день, в каждый день, в год в Брагине. И вот, можно сказать, делятся своими воспоминаниями. Конечно, это объединяет. Люди пережили вместе такое событие. Люди показали себя действительно достойными героями, которые ничего не боялись, которые действовали во благо своей Родины и своих близких людей, тех, кто рядом. Которые были готовы защитить, помочь. Спасибо за совершенное и за наш день сегодняшний. Спасибо, Оля. Спасибо вам за диалог, Петр Константинович. Заместитель председателя Брагинского райисполкома Петр Романюк был сегодня у нас в гостях. А вам спасибо за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова